Здравствуйте, дорогие посетители канала Славный Подарок! С вами я, Елена Румянцева, преподаватель и руководитель Православной Певческой Школы Преображения при Храме на Крови города Екатеринбурга. Мы продолжаем наши уроки по развитию музыкального слуха, и сегодня у нас урок четвертый. Впрочем, мы сегодня будем пользоваться пособиями, которые у нас были в четырех частях урока третьего. Вы видите на экране пособие, которое было в части первой, ноточки, в первой октаве, в до-мажоре, и с него мы начнем нашу сегодняшнюю тренировку. Но все голоса будут в этом уроке тренироваться в один день. Урок не будет делиться на части. Сначала будут тренироваться средние, более низкие, женские голоса и высокие, мужские, потом средние, мужские, и, наконец, более низкие, мужские и более высокие, женские голоса. Вот такой у нас порядок сегодняшней тренировки. Также более подробно будет рассказано о диезах и бемолях, и как эти значки влияют на чтение нот. Так что мы начинаем. Наберитесь терпения. Сегодня у нас будет задание с опережающим слухом. То есть задание повышенной сложности по сравнению с предыдущими заданиями. Я уже говорила о том, что слух может быть внутренним. Это такая разновидность музыкального слуха, внутренний слух музыкальный. Когда мы что-то слышим, какие-то мелодии внутри себя, внутри, как бы они возникают, неизвестно откуда. Мы проснулись, может быть, с какой-то мелодией в уме. Нам хочется ее попеть. Что-то знакомое, что-то иногда, может быть, совершенно какая-то незнакомая мелодия крутится. Вот это и есть наш внутренний слух. А еще музыканты профессиональные, они ставят ноты на пипитр. И не играя мелодию, не пропевая ее, они слышат внутренним слухом, как она звучит. Это здорово, конечно. Но этому надо учиться постепенно. Итак, задание будет следующее. Уточняю. Первую нотку я вам дам как настроечку. Вот давайте сейчас я перейду к инструменту. И покажу вам, каким образом мы сможем с вами тренироваться. Итак, внимание. Я даю звучание первой ноты до первой октавы. Вот она. Приноравливаемся к ней. Повторяем ее голосом. И сейчас для того, чтобы вы сориентировались, я просто проиграю первые пять ступеней гаммы, то есть то, что написано, по одному разу будут звучать ноточки. Вы запоминайте, как они звучат. А теперь, внимание. Первую нотку до еще разочек даю. Теперь повторяем ее самостоятельно. До. Пропевайте. И корректируем. То есть проверяем, попали мы в нотку или не попали. Если не попали, значит нужно откорректировать. То есть сдвинуть чуть-чуть вверх, то есть потоньше или вниз. А искать нужно, что именно нужно изменить в звуке. Искать нужно слухом. Вот сейчас от этого до. Напоминаю еще раз, как оно звучит. Вы самостоятельно находите нотку Ре. Вот тут уже работает внутренний опережающий слух. То есть вы прицеливаетесь вашим внутренним слухом. И пропеваете. Поем. Ре. Проверяем и корректируем. Теперь самостоятельно находим нотку Ми. А вот теперь корректируем, если нужно. Вот она. Следующая Фа. Нашли самостоятельно. Проверяем. Соль нашли самостоятельно. Проверили. Теперь Фа находим самостоятельно. И проверяем. Ми нашли и пропели. Проверили. Ре споем самостоятельно. Проверяем. Проверяем. И закрепляемся на тонике До. Вот она. До. 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 Тоника наша. А теперь еще раз До повторите самостоятельно. И проверим. Молодцы. Надеюсь, что у вас все получилось. Не забываем, что если не получается с первого раза, тренируемся дальше. Собственно говоря, если и получилось, все равно продолжаем тренировку. Потому что это нужно все закреплять, делать уже более автоматическими навыки, которые мы сейчас с вами приобретаем. Сейчас у нас с вами будет новая тренировка поют мужские голоса, которым удобно будет здесь петь. Здесь тоже гамма до мажор, до пяти ступеней и обратно. Но только нотки написаны здесь в басовом ключе. Так же тренируемся, как и в предыдущем упражнении. Внимание! Повторяем нотку голосом. Еще раз корректируем. И первый шаг на нотку Ре вы делаете самостоятельно. Ищем голосом. Проверочная нотка. Корректируем. Самостоятельно. Ми. Проверка. Корректируем, если нужно. Самостоятельно. Фа. Не забыли. Корректируем. Следующая нотка СОЛЬ самостоятельно. Корректируем. Дальше. Поворот вниз. Ну-ка самостоятельно найдите вот эту нотку. Как она должна звучать? Нотка ФА вниз. Движение, разворот. Проверили. Те, кто пошел не туда, не страшно. Разворот поначалу трудно сделать. Нотка Ми. Проверка. Нотка Ре. Проверка. Нотка До. Снова. И Проверка. Корректируем. Молодцы. Хорошо. Продолжаем тренировку. Уже с низкими мужскими колосами. Басовый ключ. Гамма. Соль. Мажор. Соль. Мажор. Первые ступенечки гаммы. Также идут все по белым клавишам у нас. Называется. Соль. Ля. Си. До. Ре. И обратно. Приготовились. Первую нотку я вам даю как настроечку. Теперь вы ее повторяете самостоятельно. Корректируем. Ноли. Ноли. Вы взяли. И следующий ход на ля делаете полностью самостоятельно. Проверяем. Корректируем. Следующий ход. Самостоятельно. Си. Проверка. До. Проверяем. Си. Ре. Проверили. Откорректировали. Попробуем. Сторон. Финал. Си. Си. Молодцы. Такое упражнение нужно повторять ни разу, ни два. Тренироваться по нескольку раз в день желательно. И через какое-то время почувствуете себя более уверенно. Продолжаем нашу тренировку. Сейчас тренируются женские голоса. Мы находимся в системе гаммы Фа мажор. Напоминаю, что тоник Агаммы Фа мажор является ноткой Фа. Нотка Си читается и пропивается с бемолем, со значком понижающим. Эту нотку давайте вспомним, что такое у нас бемоль. А также значок разберем еще один, который называется диез. Значит, итак, вниз от нотки бемоль, бемоль, а вверх от нотки идет диез. Повышение или понижение на полтона. Такая величина у нас самая маленькая, которую мы обычно, которой оперируем музыке в нашей музыкальной системе. Вот, и, значит, давайте посмотрим. Вот здесь у нас показаны диезы, вспоминаем, и здесь бемоли. То есть слева, вот просто нотка Си, на вот это вот мы не смотрим, то, что это еще и до бемоль. То есть у каждой клавиши практически два значения, может быть, да? Вот Си бемоль, вот у нас клавиша. И в то же время это же самое клавиша. Сейчас посмотрите, вот третья из трех черных. Может быть и Ля диез, если мы пойдем вправо, то есть вверх от ноты Ля. В одном случае нам нужна будет нотка Ля диез, а в другом Си бемоль. Вот в гамме Фа мажор для нас как раз важна именно Си бемоль, потому что все нотки в гамме должны следовать по порядку, без пропуска и повторения Фа, Соль, Ля. После Ля должна следовать какая-то Си. Ну и еще один маленький секрет открою, почему именно все-таки нам нужна вот эта клавиша, потому что для того, чтобы мажор прозвучал мажором, вот в этом месте между третьей и четвертой, то есть ступенечкой гаммы, у нас должен быть полутон. Вот для того, чтобы этот полутон получился, реально прозвучал, между Ля и Си бемоль, да, делается вот этот полутон за счет понижения нотки Си. Так, готовый петь. Мы с вами, да, вспоминаем еще вот эти вот значки, как они пишутся, бемоль, диез, и значок еще новый отмены, отмены знаков бекар, нам пока он не нужен, но будем знать, что он отменяет у нас и бемоль, и диез, если он встречается у нас в нотном тексте. Ключевой знак бемоль читается на всю строку нотную, вот, на всю строку, потом ставится снова на следующую строчку. Если нет отмены в виде бекара, то, значит, соответственно, читается любая нотка Си с бемолем автоматически. Приготовились петь. Вот у нас настройка Фа. Также будем с опережением, да, то есть наш слух будет работать на опережение, а вторую нотку мы будем уже петь вместе с... вернее, после того, как вы услышите ее звучание на инструменте, она будет у нас корректировочная. Ну, первый раз я даю вам настройку, второй раз поете самостоятельно нотку, внимание, поем, и корректируем. Проверяем. Так. Соль самостоятельно. Проверяем. Ля самостоятельно. Проверяем. Корректируем. Си бемоль самостоятельно. Так и называем. Си бемоль. Проверяем. Если нужно, подправляем нотку, корректируем ее. До самостоятельно. До второй октавы. Называем просто до. Проверяем. Разворот вниз у нас идет. Си бемоль самостоятельно. Корректируем. Если все чисто, спели правильно, то корректировать не нужно. Ля самостоятельно. Проверили, подправили, если нужно. Соль самостоятельно. Проверочная соль. И пришли к тонике фа. Как лошадка в стойло бежит, так и мы в тонику стремимся. Любая гамма стремится в свою тонику. Подправили, если нужно. Молодцы. Я надеюсь, что у вас все получилось. Если не получилось с первого раза, получится спустя какое-то время, если будете упорно тренироваться. На этом наш урок заканчивается. С вами была Елена Румянцева, ангела всем хранителя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok